Прошлой осенью Toyota закрыла свой российский завод. На этой площадке по полному циклу со сваркой и окраской кузовов выпускались седан Camry и кроссовер RAV4. Годовая мощность предприятия немалые — 100 тысяч автомобилей, хотя локализация машин была крайне невысокой — тысяча баллов по шкале Минпромторга. Казахстанские бизнесмены начали было переговоры об организации сборки автомобилей Toyota на своей территории. Предполагалось, что японский бренд может перевести необходимое оборудование со своего российского завода. И для самой Toyota такая рокировка была бы достаточно выгодной. Это лучше, чем просто заморозить российские активы на миллионы долларов. Казахстанский рынок для японской марки сам по себе невелик, но стабилен, а варианты перетока продукции в Россию так или иначе нашлись бы. Но случилось иначе. В конце марта петербуржский завод Toyota просто передали под управление Государственному проектному институту НАМИ. Теперь стало известно, что предприятия приспособят под производство российских электромобилей «ИНИВА», разработанных оборонным концерном «Алма-Сантей». Об этом агентству ТАСС сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Прорабатываем вопрос с «Алма-Сантеем» по производству «ИНИВА» на бывшем заводе Toyota. Начало производства автомобиля запланировано на 26-й год. А до этого времени есть варианты ещё с кем-то, из автопроизводителей делать сборку, чтобы раскачать само производство», — приводит слова Мантурова информагентства. Последний публичный показ «Семейства ИНИВА» состоялся на Петербургском международном газовом форуме. Там военно-промышленный концерн «Алма-Сантей» выставил не готовые машины, а масштабные макеты перспективных электромобилей и газовых гибридов. Один макет представлял собой грузовой фургон, а второй — компактный кроссовер, недвусмысленно раскрашенный под «Каршеринг». Обе машины базируются на модульной платформе ИНИВА собственной разработки, которую создал Обуховский завод оборонного гиганта. Технической информации по-прежнему мало. Платформа НИВА позволяет поставить два электромотора общей мощностью до 435 сил. Также предусмотрен водородный вариант, плюс гибриды, построенные вокруг газовых моторов. К слову, для базового гибрида обещают запас хода до 1000 км, а для подключаемого — до 810. У плагина должна быть огромная для машины такого формата 70-киловаттная батарея. Местом производства НИВА изначально заявлялся Обуховский завод. Но вполне логично, что развернуть выпуск проще на уже готовом конвейере, чем строить его заново.